Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы ведем наш репортаж, так сказать, с моего хозяйства. Шум воды, не обращайте уж внимания, постарайтесь, это аквариум, тут работают мощные такие насосы, фонтаны, водопады, аэрация воды, поэтому такой звук, это нормально. Значит, здесь мы представляем, я хочу вам показать работающую в реале систему аквапоники. Про гидропонику вы все, наверное, слышали, а что такое аквапоника, это примерно то же самое, то есть когда нет почвы, но питательные вещества поступают не путем внесения каких-то минеральных или иных удобрений в воду, а когда у нас есть некий субстрат, через который проходит вода из аквариума, в данном случае вот из этих стоек, каждый аквариум по 1200 литров, их 4, и соединяется вот с такой как бы емкостью. Это тоже бывший аквариум, собственно, это и был аквариум, пока мы его не осушили, не пересверлили определенные отверстия, не провели трубы, через которые теперь, вот, например, через эту трубу, которую я рукой сейчас трогаю, через те, которые вы видите, протекает вода из аквариумов, и она протекает через вот этот субстрат, в котором вы видите, растут прекрасно петрушка, укроп, салаты, там, другие культуры. А что это за такой субстрат? Вот я сейчас немножко зачерпну, покажу, вот он, посмотрите, какие маленькие-маленькие камушки, а это у нас керамзит, вот он, посмотрите на него. Но керамзит, вы все представляете, огромный, по 3-4 сантиметра, ну вот вроде бы вот такого, это вы все представляете, но керамзит может быть и маленький, фракция 1-3 миллиметра, самый редкий. Его можно заказать, купить, я его сразу по несколько тонн заказываю, это прекрасный рыхлый материал, во-первых, в аквариумистике он работает как дополнительный биофильтр, потому что вокруг каждой поры, вокруг каждого кусочка поверхности вот этого, можно сказать, песка, микрогравия, керамзита, обволакивая его структуру, обитают миллиарды и триллионы полезных нитрофицирующих бактерий, которые работают в условиях кислорода, они являются аэробными. Поэтому вода попадает в этот субстрат, она богатая, во-первых, кислородом, потому что по трубе падает, смешивается с воздухом, это как водопад. У нас верхний слой, посмотрите, какой у нас общий слой, можно сейчас посмотреть, увидеть, значит, общий слой где-то сантиметров 20-25. Верхний, сантиметров 12, он, вода через него только проходит, но водоносный слой, упор, так скажем, который постоянно в воде, нижних 6 сантиметров, поскольку дырочка с противоположной стороны просверлена и трубы вмонтированы, которые идут потом уже в фильтр и общую циркуляцию аквариума, значит, всего лишь нижние вот эти 6 сантиметров. Здесь, в верхнем вот этом горизонте, у нас корни растений, которые, конечно же, прорастают вниз, и у нас получают питательную среду, они питательные вещества и в верхнем слое, и в нижнем. Поэтому главная задача, тут есть хитрости, о которых мы потом будем говорить, в отдельном курсе рассматривать, как сделать так, чтобы семена прижились, а как раз при таком микросубстрате это легче сделать, чем при крупных, огромных, так сказать, кусочках, например, керамзита того же, да? В общем, здесь есть много-много преимуществ. И вот, посмотрите, буквально менее чем за месяц, неделю, за три у нас вот такой прекрасный уже пошел расти, значит, пошла расти зелень. Укроп, петрушка, крест-салат. Конечно, мы можем показать вам еще одну вещь интересную. Вот, посмотрите, это прибор фирмы Теста, прекрасный тестер люксметр. Видите, сейчас мы, значит, 21600 плюс-минус мигает, то, что я рукой, естественно, вот давайте вот так вот еще посмотрим с вами, вот так. Вот я немножко рукой, значит, вибрирую, поэтому эти параметры меняются. 19-20 тысяч люкс на квадратный метр. Это прекраснейшее освещение. Если мы посмотрим ниже, вот так вот, например, да, то мы увидим вот 12, ну, в зависимости, я еще угол падения солнца, то есть света, сейчас у меня другой, 14. Напоминаю, от 12 тысяч люминов это прекрасные параметры для роста, развития растений. Автоматический таймер включает и выключает освещение. Мы используем натриевые лампы, вот они яркие натриевые, они очень сильно греют. Вот, более того, их можно регулировать, и у нас есть такие механизмы, крючки, ну, мы как бы их, значит, можем опустить ниже. Сейчас я этого делать не буду, они немножко, скажем, зафиксированы. Так, соответственно, я выращивал вот в этих условиях, в этой же, в этом же бывшем аквариуме растения укропа, петрушки высотой, ну, до 50 сантиметров. Можно и больше. И таким образом в каждой квартире, в каждом доме можно получать круглый год прекрасную, скажем, зелень, если, конечно, у вас есть аквариум. Некоторые люди даже специально заводят рыбок для этого. Во-первых, прекрасно, красиво. Во-вторых, я напомню, я аквариумист с огромным стажем и колоссальным опытом работы. Через мои руки прошли десятки миллионов рыб. Я лечу и лечил те заболевания, которые в мировой литературе, заболевания рыб, которые описаны, что они неизлечимые. Но на этом, может быть, будут отдельные темы, выступления. Ну, а сегодня я хотел вам продемонстрировать, показать, что можно сделать и в домашних условиях, и что такое аквапоника. Это модное, новое, такое, скажем, увлечение сейчас в США, идет это в Европу. А я услышал это, собственно, для меня ничего нового не было, и решил просто сделать и показать, что это такое на живом примере. Ведь в наших с вами выступлениях, новых встречах наших с вами, будем мы касаться огромного количества числа тем, агротехнических приемов, технических. Будем показывать физические явления, будем понимать, и это самое важное, что такое почва, как увеличить процессы, скажем, темпы роста растения. Самое главное, как получить органические, экологически чистые продукты, в которых очень много так нужных нам полезных микро- и макроэлементов. И, конечно же, это главное, это наше с вами здоровье. Поэтому напоследок хочу вам показать то, что я обещал вам как-то показать в моем, в моем ролике. Это, конечно, не мой зимний сад, где гораздо больше интересных растений тропических, но, тем не менее, я покажу вам вот в моем хозяйстве, в моей лаборатории, где выращиваются рассады разных культур. Многое уже увезено в мое ближайшее, ну, скажем, хозяйство в Тверской области, где у меня зимние сады и у меня теплица. А вот посмотрите, пожалуйста, например, на это растение. Это гуаява, та самая, которая уже второе поколение. Вот у меня некоторые, видите, какой природ, вот тут полтора, даже метр семьдесят высотой. Выращенные семечек, которые я получил из плодов, а плоды были получены в моем зимнем саду. То есть мы теперь имеем второе поколение, более устойчивое к холодам. Вот этому растению примерно, ну, скажем, года нет. Вот таким образом можно. А вот здесь, посмотрите, пожалуйста, мы видим прекраснейший банан. Вот он, красавец, маленьких деток уже имеет внизу, вот здесь вот растут уже отросточки от корня. И посмотрите, какие прекрасные листья. Мы выращиваем бананы, бананы это карликовой формы до полутора метра высоты в теплицах и метра в квартирах могут достигать. Они адаптированы к сухому воздуху, мы их не опрыскиваем сверху. То есть я меняю свойства растений для удобства людей. Вот, методами, селекциями, старыми, дедовскими и научными, старыми, академическими способами. Вот здесь мы видим перед вами высокое, оно высотой до 2,70 сейчас растений. Это инжир. Этот куст уже давал плоды, урожаи. И у меня есть деревья в зимнем саду, которым всего лишь третий год сейчас пойдет, в мае будет третий год. Как мы отрезали их уже два года назад на высоте, на первом году жизни, на высоте трех метров. Стволы у основания до 8 сантиметров, то есть уже мощные, адресневшие такие стволы. Вот, поэтому, зная биологию, зная агроприемы, методики, можно увеличить урожайность, увеличить, скажем так, биомассу растений в разы. Об этом, обо всем мы будем говорить в наших занятиях, так что следите, смотрите. Ну и, пожалуй, последнее покажу вам ту самую тропическую с Амазонки Анону, про которую я рассказывал, что плоды их как крем заварной, очень вкусные, сочные. Одни из самых вкусных растений на планете плодов. И, конечно же, я показывал маленький росточек, который выращен из семян. А вот я покажу вам среднего размера растенец. Вот, посмотрите, какая красота. Посмотрите, это такое тропическое растение, которое через 2 года может давать вкусные плоды. Я его буду высаживать в зимний сад в моем новом хозяйстве в Пушкинских горах. Куда, кстати, надеюсь, что с конца лета смогу приглашать вас, во-первых, отдохнуть, увидеть красивейший культурный, так сказать, центр, места, природу. Это Пушкиногория. Я там строю эко-отель. И при нем будет аграрное хозяйство, теплицы, зимние сады с самыми передовыми интересными технологиями. Я смогу принимать, значит, и вплоть в том числе группы, делегации для передачи своего огромного опыта в аграрном хозяйстве и иных-иных темах. Так что до новых встреч, до связи. Я надеюсь, что вам было интересно. Напишите на канал на YouTube, подписывайтесь на мой канал в YouTube, на сайт моего клуба органического земледелия. И напишите, было ли вам интересно, хотите ли вы новых передач, о чем вы хотите услышать. Рады будем видеть от вас отзывы, предложения. И поставьте, понравилось ли вам или не понравилось мое выступление. Было ли оно интересно и что вы хотите знать на будущее. До новых встреч, дорогие друзья. С уважением. Фролов Юрий Андреевич. Фролов Юрий Андреевич.